Привет, друзья! В этом видео я хочу вам рассказать о моих расходах на жизнь в Финляндии. Сколько я трачу на жизнь в Финляндии, а вернее я хочу рассказать о том, сколько я тратил, когда я только приехал в Финляндию. Это моя история и может быть кому-то это будет интересно. Также я снял видео о том, как это было видео называлось «На работу в Финляндию и легкий способ устройства на работу для граждан ЕС». Если вы хотите посмотреть это видео, заходите ко мне на канал. Это одно из предыдущих видео. И в этом видео я расскажу о том, когда я переехал в Финляндию, какие у меня были расходы, какие у меня были доходы, зарплата и сколько у меня в результате оставалось денег, после того, как я заплатил все необходимые оплаты, сколько реально оставалось на жизнь. Сколько оставалось лишних денег для того, чтобы, например, скопить, сэкономить как-то и может быть отложить эти деньги. Начнем с того, что когда я только приехал в Финляндию, у меня зарплата была очень низкая. Почему низкая? Вы скажете, что не такая уж и низкая она. Полторы тысячи евро я получал грязными деньгами. Из этого нужно вычесть налоги. Налоги, по-моему, были 4% на тот момент со всей суммы. В Финляндии налог вычитается с каждого цента, поэтому нужно учитывать 4% прочь. И я сделал расчеты. Получается, если у меня было примерно за первые 4 месяца. Конечно же, были месяцы, когда я получал 1200 евро, когда я получал, может, 1600-1700 евро. Но примерно за первые 4 месяца средняя зарплата у меня была примерно 1550 евро. Возьмем вот так вот. Итак, вычитаем из 1550 евро 4% налог. Конечно же, потом он поднялся уже. Но мы сейчас берем среднее. Мы начислили такой налог 4% и я начал его платить. То есть, получается, чистыми деньгами у нас остается 1488 евро. Вроде бы сумма такая, ну, нормальная сумма, да? Но с этого нужно учитывать, что нам нужно разные заплатить выплаты. То есть, там и коммунальные, и тому подобное. Когда я приехал, я буду сейчас рассказывать о том, как я, когда приехал, у меня была аренда квартиры. Мне фирма, не квартиры, а комнаты. Мне фирма дала в аренду комнату. Мы подписали договор, и этот договор очень важен, потому что нужно было потом идти в полицию, и там разные органы для того, чтобы показать, что вот я арендую жилье официально все. За комнату я платил 200 евро. Это на тот момент было. Сейчас я не знаю, эта фирма вообще предоставляет, как я уже говорил, жилье или нет. Или надо, если вы приезжаете в эту фирму работать, например, или в какую-то другую вы приедете, то вам придется, может быть, отдельно либо решать, либо вы комнату будете снимать, либо квартиру вы будете снимать. Ну, как вы хотите сэкономить. Ну вот, 200 евро я выплачивал за квартиру. Фирма с меня забирала. И 10 евро примерно мы жили в доме. И этот дом, как бы там жил не один человек я жил, там человек 6 на тот, 7 человек жил на тот момент. Мы собирались, скидывались на бытовые всякие средства, на химию, на всякие пшикалки для туалета, освежителей воздуха, бумагу туалетную и тому подобные вещи. На те же посудомоечные средства вот такие. Вот, мы скидывались, и я платил 10 евро. То есть 210 евро у нас от 1488 мы убираем. Остается у нас, я это не записал. Ладно, я вам скажу, сколько вот в результате остается. На питание у меня шло довольно мало денег. Почему? Потому что большей частью, так как у меня жена еще жила в Эстонии, я приезжал в Эстонию раз в две недели, потому что работа была так, что два выходных у меня каждую две недели было выходные дни. Вообще я не работал, и я приезжал в Эстонию. В пятницу вечером приезжал, в воскресенье вечером приезжал обратно в Финляндию из Эстонии. И поэтому у меня было питание чуть дешевле. Я на питание тратил, ну, примерно 100-130 евро. Я говорю, примерно. Может быть чуть больше, может чуть меньше. Ну, наверное, все-таки где-то 130 евро. Возьмем среднее. Вот, отнимаем еще от этой суммы, которая осталась, 130 евро на питание. И также мне нужен был мобильный телефон здесь. И самый простой вариант был покупать в киоске карточку на целый месяц без ограничений. Звонки по Финляндии на мобильные телефоны инстационарные. Не включая, конечно же, телефоны, которые с особыми номерами, которые платные. Это отдельно. Бесплатные звонки. То есть, такой пакет, который стоил 24 евро 90 центов. Я до сих пор его покупаю. То есть, плачу в месяц такую сумму. И могу пользоваться интернетом без ограничений 3G, 3G говоря, да. И он неограниченный. То есть, сколько хочешь, можешь пользоваться. И, ну, в общем, месяц я заплатил и все, и пользуюсь. В общем, 24,90 это стоило. В принципе, на этом все. Больше я ничего не тратил. Вы можете спросить о проезд. Проезд у меня был в том, что, да, я эту сумму не учел, но там не так много. Я просто говорю о том, что если вы приехали сюда в Финляндию, и вы хотите здесь остаться, жить, и вы не хотите никуда выезжать, то вот такие вот расходы, например. У меня, конечно же, другие еще расходы были, но я о них сейчас не говорю. Я говорю о том, что если вы, например, приехали, как я, у вас такая зарплата, например, и вот такие вот расходы. 200 евро вы платите за комнату, но чуть позже я еще расскажу, сейчас мы, просто вот этот вот нюанс сейчас, вот этот вариант мы рассматриваем. Я не покупал алкоголь, я не покупал одежду. То есть, это не учитывается. Если вы это будете покупать, то у вас, конечно же, сумма будет меньше оставаться. И в результате, когда мы все эти расходы посчитали, у нас остается чистый остаток 1148 евро. Вроде бы, ну, вроде бы неплохо. Почему я не тратил деньги на общественный транспорт? Потому что фирма, которая давала мне рабочую машину, я на этой рабочей машине ездил, я целый день работал, и по пути я заезжал в магазин, покупал продукты и ехал вот где я жил в дом. То есть, у меня не было расходов на общественный транспорт, он мне не нужен был. И питание частично я покупал в Эстонии, затаривал большую сумку, каждый раз вез из Эстонии, из Талина. Поэтому там дешевле чуть-чуть питание, поэтому вот так вот получалось. И питался я, я здесь в Финляндии покупал макароны. Они в магазине Lidl стоят копейки. Сейчас, по-моему, 19 или 17 центов упаковка. И эту упаковку я делил на 2-3 раза. То есть, я с утра, например, сварил макароны быстро, на один раз съел их, покупал здесь варенья разные. Я очень экономно питался. На тот момент я даже похудел очень сильно из-за этого. Я не покупал никакие овощи, фрукты здесь, я не покупал никакие там мясные продукты. Потому что, во-первых, я не особо хотел готовить, времени не было. Я хотел больше отдыхать после работы, чем заниматься готовкой. И поэтому я не покупал ничего такого. Покупал какие-то, может быть, овощи, может быть, там... В основном я привозил все из Эстонии, поэтому было дешево. Следующий вариант, если, например, 200 евро комната, это очень дешево. Я посмотрел сегодня, например, в Эспу, сколько стоит комната, если отдельно самому арендовать. То, ну, цены, конечно, разные. Там есть какие-то очень низкие цены, но я не буду говорить про эти цены, я возьму средние цены. Если, например, вы приезжаете в Финляндию, и фирма вам не предоставляет жилье, вам надо снимать его самому. Возьмем такой вариант. В этом случае вам нужно будет снимать комнату, например. Возьмем стоимость комнаты. Я посмотрел, средняя цена комнаты у нас стоит в Финляндии примерно 400 евро. Есть за 370, за 390. Но я беру среднюю цену, реальную цену, за которую можно спокойно приехать и что-то снять. Я беру город Эспу. Конечно, за пределами Эспу может чуть дешевле быть, но, не знаю, я вот взял такой вариант, потому что все-таки никто не хочет далеко уезжать за пределы того города, в котором работает. И тем более, если вы работаете на другой, может быть, какой-то работе, где вам машину не предоставляют для того, чтобы на ней постоянно перемещаться. Поэтому 400 евро плюс примерно 10 евро. Ну, я взял 10 евро. Конечно, может, это меньше стоимость, сумма будет. Туалетная бумага, там, вот такие вот расходы я 10 евро добавил. 410 евро. Вот, те же самые 1550 евро, минус 410 евро, минус интернет. Ну, я думаю, что интернет по-любому человеку нужен. И не только интернет, а вот звонки, например, с кем-то позвонить, поговорить, там, вот такое все. Вот, 24.90 я отнял. И, естественно, если вы здесь живете, в Финляндии, то у вас наверняка будут расходы больше, чем были у меня. Потому что я питался, можно сказать, очень, как бы, дешевой едой. Из Лидола, там, какие-то пиццы дешевые, там, 60 центов покупал иногда, если хотел просто не готовить, а просто забросить в микроволновку, съесть и спать, например, идти или чем-то заниматься. Например, вот. У вас, естественно, расходы будут больше на питание. Ну, я взял 200 евро на расходы на питание. И, опять же, на проезд я ничего не брал, на курение и алкоголь ничего, и на одежду ничего. В этом случае у вас остается, если вы арендуете свою комнату, то у вас остается 853 евро 10 центов. Вот. Такой вариант, 853 евро 10 центов. Если же вы еще хотите перемещаться по Эспо даже, например, или по Хельсинки, или по Вантово, если вы в этих городах возьмете в аренду жилье, то 3,20 стоит проезд одноразовый билет. Одноразовый билет. Можно купить месячный билет, я не знаю, он где-то в районе 60, наверное, евро стоит примерно на месяц, на целый. Ну, разные варианты. Мы это сейчас не берем, это вы сами можете добавлять и отнимать, как бы, от общего остатка. 853 евро остается, если брать в аренду комнату какую-нибудь. Вот. Опять же, стоимость может быть ниже, может быть выше. И еще вариант, это снимать однокомнатную квартиру. Сейчас в Эспо не так много предложений об однокомнатных квартирах на том сайте, где я смотрел. И средняя цена на однокомнатную квартиру в районе 700 евро. Можно даже чуть дешевле найти, но я не беру самый дешевый вариант, потому что мы хотим знать реальные расходы. Вот, 700 евро. И результат получается, остаток у нас 550... Ух, разлетались. Остаток остается 553 евро 10 центов. Это на одежду, на алкоголь, если вы там потребляете. Потому что в Финляндии алкоголь очень дорогой, вам скажу. Курение тоже очень дорогое здесь. Я этим не пользуюсь и вам не советую. Ну вот мы вот взяли, такой вот остаток у нас остается. Вот. У меня остатки... Остатка, конечно, практически не оставалось. Ну, он значительно ниже был, потому что у меня нужно было еще жене оставлять какие-то деньги, так как на тот момент никаких пособий она не получала, жила в Эстонии. И, ну, я не говорю об этом. Я говорю, вот сейчас, если вы, например, приехали, сколько у вас может реально остаться, работая на этой работе? Конечно же, я скажу, что на этой работе нужно пахать и пахать и пахать. И со временем зарплата у вас будет больше, больше, больше. Поначалу она очень низкая. Может быть, другие фирмы есть, где даже лучшие предложения есть. Но я этих фирм не знаю. Возможно, они есть. Вот. Так что вот такие вот расходы были на тот момент, когда я приехал в Финляндию. И такой остаток вот может оставаться у вас, если вы приедете в эту фирму. Хотя я могу сказать, что, может быть, уже условия работы там поменялись. Я не знаю, как сейчас к новичкам они относятся и какие условия они предоставляют новичкам. Но это все нужно узнавать, прежде чем ехать и устраиваться в эту фирму. И у меня в планах также есть снимать о том, сколько зарабатывают на разных профессиях в Финляндии. Реальные цены за час работы. Я хочу вот такое видео даже снимать дальше. И также я сейчас буду снимать видео о отношении русских к русским в Финляндии. Это будет следующее видео. Это просто вне очереди пойдет видео. А отношение русских к русским также выйдет в следующем видео после этого на канал. И также у меня даже уже есть новые темы. Так что не переключайтесь. Смотрите мои другие видео, подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе моих новых видео. И до следующего видео. С вами был Григорий. Пока.